Добрый вечер у нас, по крайней мере. Итак, мы продолжаем наш курс по селф-почингу и начинаем с ревизией того материала, который мы прошли на первом занятии. Соответственно, пока я буду описывать механизмы, каким образом мы структурировали предыдущий материал, просьба, кто в онлайне, написать, есть ли вопросы по домашнему заданию или сами результаты, которые у вас наиболее впечатлили, чтобы мы могли поработать с этим живым материалом. На самом деле возникает закономерный вопрос, каким образом мы вообще могли проделать все, что мы сделали на первом занятии. Напомню, мы провели анализ личной структуры, мы составили таблицу по раскладке, собственно, как у нас строится соотношение физического, энергетического и ментального уровня, какие на них есть достижения и проблемы или задачи. И таким образом у нас появился скан нашей индивидуальности, с которым мы дальше можем работать. И в первом приближении мы налаживали связь между инструментами и проблемами для решения целей первого уровня. ДТС, собственно, целью является для начала решение проблем, чтобы по проекту постановить нормальное состояние. И таким образом у нас появилась вторая таблица с стыковками между разными графами. Каждым пунктом в каждой графе нужно было найти соответствие в противоположной графе. Далее мы поработали с анализом традиций, которые нам наиболее интересны и которые уже включены как-то в нашу практику. И, соответственно, опять-таки разобрали, какие инструменты для каких уровней развития мы используем. И, наконец, составили от трех до пяти таблиц, это у всех уже по-разному, раскладки по времени, по различным циклам, ритмам, где было должно стать понятно, каким образом мы вообще собираемся эти задачи решать. То есть что мы будем делать в этом году, в следующем месяце, каждое утро и так далее. И название нашего сегодняшнего занятия, когда мы обращаемся к этой самой ревизии, до фрегментации жесткого диска, оно, собственно, отсылает к некому перепрограммированию нашего биокомпьютера. Был такой термин достаточно модный уже в 90-е годы, он, в принципе, до сих пор не устарел, поскольку компьютер все прочнее входит в нашу жизнь, и аналогии с работой компьютера, они, в общем-то, становятся, может быть, даже все более актуальны. Зачем вам нужна дефрагментация? Собственно, мы таким образом проводим стыковки между отдельными частями, за счет чего, образуя некие целостности, они становятся более компактными, и за счет этого у нас возникает больше свободного пространства. Вот это основной механизм, по которому мы работали со всеми предыдущими таблицами, если вы выполнили домашнее задание. Я вот вижу, что вопросов пока нет. Пока нет. И таким образом мы на самом деле уже должны немножко вздохнуть свободнее, потому что у нас появилось пространство, то есть появилась ясность, как и что мы будем решать, и некоторая раскладка по времени. И таким образом снимается вот эта необходимость сделать все сразу, и отсюда у нас есть некие точечные задачи, и при этом возникает вот эта свобода, дополнительное свободное время, дополнительное свободное пространство, которое мы можем использовать, опять-таки, в целях саморазвития. Но когда мы здесь говорим о дефрагментации жесткого диска, в принципе, это такой узкий смысл, который можно обложить в этот термин по службе. И на самом деле, как я уже сказала, возникает вопрос, каким образом мы вообще можем наблюдать за собой. То есть проводить анализ личной структуры, понимать, в каком отношении мы находимся с разными традициями, и даже управлять своими действиями во время и пространстве, то есть давать себе какие-то команды. Очевидно совершенно, что мы находимся не просто в себе, и из себя что-то делая, но мы находимся в некоторых отношениях с собой. И вот как раз в широком смысле дефрагментация жесткого диска будет относиться именно к более осознанному подходу к личным отношениям с собой. что мы можем здесь сделать и в плане понимания, и в плане практики, для того, чтобы наши отношения с собой стали более дружескими, если можно так выразиться, и в итоге более продуктивными в достижении целей, поскольку чем в большем согласии мы с самим собой находимся, тем, нам, разумеется, проще нам каких-то целей достигать. И здесь прежде всего нужно немного разобраться более тонко с четвертой и пятой оболочками, которые мы оставили за границами таблицы, когда занимались анализом личной структуры. Значит, у нас четвертая оболочка состоит из наработок такой способности, которая на санскринте называется «вухи», и она продуцирует не просто знания, а мышление о мышлении, которое создаёт понимание принципов, способность отвечать истинное от ложного, то есть четкие команды, что делать, чего не делать. Таким образом, мы работаем как бы интуитивно на самом деле. Тем не менее, эта интуиция, она не сродни некоему угадыванию. То есть у нас есть такая действительно способность, которая позволяет нам достаточно точно оценивать истинность происходящего. Надо сказать, это уникальная человеческая способность, то есть другие живые существа в мире не надеялись, по крайней мере, насколько науке это известно. То есть вот если какие-то зачатки мышления, могут быть и в домашних животных, и в собаках, кошек, то есть сколько-то они думают, то есть они способны обрабатывать поступающую информацию и делать какие-то выводы. Поэтому даже в следующий раз, может быть, что-то делать иначе. Если один раз они не поняли, что так не получится. Тем не менее, способность наладить сам процесс познания, он присущ только человеческим существом и подключается уже на достаточно продвинутых стадиях развития. То есть в школе, допустим, ученика еще учат учителя. То есть эта способность почти не включается, поскольку ученик выполняет то, что сказал учитель. Поэтому здесь она разделена на два разных человека. Один оценивает, принимает решение, другой выполняет. Но таким образом в процессе обучения человек также учится учиться, и таким образом он в конечном счете методом урока ошибок начинает развивать собственную способность принимать решения и даже выстраивать какие-то программы. Всем известно, что уже старшеклассники, тем более на ссидите, они, в принципе, во многих учебных заведениях сами составляют себе программу, сами ее проходят, сдают по ней экзамены. И, соответственно, здесь уже налицо вот эта способность от начала и до конца проводить весь процесс обучения самого себя и тем вещам, которые еще неизвестны. То есть, в принципе, далее мы можем говорить о том, что мы переносим эту способность в еще более развитой и тонкой форме на принятие жизненно важных решений. То есть решений, которые действительно судьбоносны. И опять-таки здесь есть некая доля, как это выражается, в интуиции. То есть такие выборы радикальные, как переехать в другую страну или не переехать. Выходить замуж за этого человека или за другого. Ну, если есть выбор. То есть здесь невозможно просчитать в совокупности факторов, и уж тем более невозможно предвидеть будущее, как будут развиваться события при наличии даже некой интуиции. Но тем не менее, вот есть некое внутреннее знание, что нужно поступать вот так. Причем это знание даже не связано с тем, ну, это и хорошо, да? Оно связано с неким осознанием истинности этого поступка. И поэтому, если человек принимает решение, исходя из такого состояния, то ему не придется о нем пожалеть, даже если ситуация на счету развиваться не очень было приятно. Поскольку он делает именно то, что считал нужным делать. И здесь есть удовлетворение самим свершением, по факту. Поэтому, если мы ошибаемся, то, опять-таки, мы эту способность оттачиваем практически. То есть, чем больше ошибок, если человек учится на них сам, тем острее становится способность развлечения. И таким образом, вот эта вот тренировка, да, принятие решений, оценки истинности, она занимает достаточно большое время. И вот, в принципе, человек, который наделен в будхи, да, иногда этих людей действительно не может быть. В общем, где-то уже к старости измечательно занимается. Сама собой она не накапливается. То есть, просто от того, что человек старее, да, мудрее он не становится. Это вопрос упражнения этой способности. То есть, если человек всю жизнь перекладывает принятие решений на кого-то, то у него эта способность так и остается атрофированной, фактически, и до конца жизни, да, он будет выполнять некоторые распоряжения либо начальников, да, либо обыщенных семей, либо следовательно тому, что говоря, повезет. То есть он всегда будет действовать, исходя не из своих ценностей, не из своего понимания истины, а исходя просто из той информации, да, на уровне обычного знания, которую он получает через органы чувств, слышит, видит и так далее. И вот, когда мы начинаем заниматься духовной практикой, выясняется, что вот это выстраивание отношений с собой, оно тоже опосредовано поначалу каким-то обучением. Мы выбираем учителя, ну, так же, как у нас в школе есть учитель, да, в институте есть, прямо в отеле. Мы выбираем учителя, и поначалу решение о том, что практиковать и как это делать, принимает учитель. То есть здесь у нас на более тонком уровне в общем-то воспроизводится структура дивидирования этих способностей. И за счет дальнейшего, вот как бы, уже развития в этом процессе, причем ведь ученик зачастую начинает оценивать, как верный или неверный, и указания самого учителя, в общем-то все, кто чему-то обучался, знают, многие себя на этом любят, да, то есть учитель что-то сказал, а есть вот какое-то внутреннее чувство, что, ну, вот что-то это странное, не надо этого делать. И надо сказать, что в современном мире, где уровень учителя, он тоже зачастую может колебаться, да, то есть у нас есть более или менее образованные преподаватели, более или менее опытные учителя, поэтому иногда ученик, если он не будет способен начинать оттачиваться, он даже может с большей точностью сказать, что учитель дам на аспекте не прав, да, и лучше на этом учитель не будет слушать, да, пойдет к другому. То есть он все равно пойдет к другому, потому что вот целостного охвата, то есть чтобы принять решение в каждом аспекте у него нет, но по каким-то отдельным элементам он может даже выбрать учителя, оценивая, правильные заключения делают учитель, или, по крайней мере, насколько они соответствуют его представлению об истине, да, как вот камертон, то есть резонирует это с его личным предчувствием самореализации того, чего он хочет добиться, или это уведет его в какую-то другую сторону. Может быть, кому-то это или нравится, да, так развиваться, но данному человеку хочется в совсем других результатах. Ну, если говорить даже просто о внешнем выражении, вот кому-то нравятся экспансивные какие-то, да, практически очень много проявляться, чтобы было много музыки, там, пения, вот, был экстаз, экзальтация, вот, а кому-то хочется, чтобы вот была тишина, покой, чистый свет, вот, и больше ничего. И, конечно, то есть, если мы говорим о конечной самореализации можно и так, и так достичь, да, ее, тем не менее, вот, сами акценты, они будут у каждого ученика работать на выявление тех учителей, которые дадут им подобный результат. И вот этот коммертон, да, он как настроил, он, собственно, резонирует и становится понятно, надо или не надо. И вот, опять-таки, вот в этом процессе у самого ученика постепенно развивается будхи, то есть, развивается способность развлечения, когда он может уже все быстрее и быстрее, с меньшим количеством чисто ментальных каких-то обсуждений принимать правильные решения. И, надо сказать, даже послушание, да, послушание учителю, оно здесь тоже требует развития способности, потому что, чтобы соглахиться, слушаться учителя, нужно интуитивно понять его правоту и принять решение, да, переформатировать все остальные действия в соответствии с тем, что говорит учитель. То есть, это тоже идет процесс развития будхи. В данном случае. Вот из тех, кто онлайн, да, вот как вы можете оценить, грубо говоря, по пятибалльной шкале степень развития будхи, да, то есть, насколько вы самостоятельны, а главное, точны в принятии решений. Вы просто цифрку поставьте, то есть, как это у вас работает. Так, о, четыре. Я надеюсь, вы честны с собой, да, потому что четыре это очень даже. Так, четыре. Ну, я опять-таки надеюсь, что вы друг на друга не повлияли. Значит, ну, и так далее. то есть, соответственно, вот, на самом деле, вот эта самооценка, да, она тоже более или менее точно делается при достаточно хорошем развитии будхи, потому что, когда, ну, самосознание не сильно развито, то у человека могут возникать очень искованные представления о собственных возможностях, да, то есть, у кого-то вот есть какой-то комплекс не полноценности, может быть, и даже при хороших результатах в практике, да, вот, он будет очень долго, значит, избегать того, чтобы там, начинать преподавать самому и, соответственно, делиться, да, какими-то своими знаниями, то есть, он будет неуверен в том, что это действительно хороший результат и, на самом деле, может очень сильно занижать свои способности, а вот, второе, наверное, случается даже чаще, это когда люди слишком самонадеянны и, не понимая, действительно, как бы всей глубины их познания, всей чистоты просветления, даже какие-то, ну, в общем-то, в целом, не очень высокие достижения, начинают оценивать как, действительно, что-то выдающееся и требуют повышенного внимания к своим способностям. Вот это случается, на самом деле, в последнее время в нашем мире гораздо чаще. Поэтому, вот эта вот возможность как бы оценить, да, свою способность к принятию ответственности за свои решения и их адекватности, вот, она, на самом деле, здесь, в общем-то, для саморазвития едва ли не критична. Это, наверное, самая важная способность, которая нам нужна. Потому что, что бы мы вообще ни делали, мы можем заниматься чем угодно. мы можем танцевать какие-нибудь сухийские танцы, мы можем практиковать харха-йогу, мы можем, соответственно, сидеть в глубоких медитациях в пещере. И вот, на самом деле, не очень важно, что мы все это делаем. Важно, получаем в результате развитую вот эту способность моментально осознавать истинность того или иного своего действия. И когда мы, собственно, наводим фокус у земноразвития самого развития, что у нас и дает возможность саморазвития, опять-таки, мы начинаем задумываться о том, какие формы наблюдения и рефлексии вообще бывают. Надо сказать, что здесь возникает возможность этим заняться обычно, по крайней мере, в современной ситуации, когда у ученика появляется не один, а несколько наставников. Допустим, по разным аспектам, он предпочитает политику разных учителей, разных преподавателей. И таким образом он начинает сталкиваться с разными истолкованиями одних и тех же упражнений, одних и тех же явлениями в результате этих упражнений. И ему приходится на поле включать свое понимание. А почему один учитель говорит так, а другой иначе? Я здесь очень часто оперирую в своей самой первой книге по йоге, в практиках «Ученицы люди учителей», где как раз в 2004 году, 15 лет назад уже, я впервые попыталась систематизировать разногласия учителей, причем признак учителей, действия переработала в Индии, оценка как их правильно выполнять и почему они дают те или иные эффекты. И надо сказать, что когда я практиковалась с разными учреждениями, я тоже постоянно сталкивалась с тем, что они говорят разные вещи. Одни говорят, что в стойке на голове нужно стоять только вот так, на макушке другие говорят, что точка опор должна быть вот здесь. И каждый приводит аргумент, почему именно так. Почему ни в коем случае нельзя делать наоборот. Коих примеров можно привести очень много. Ну или, допустим, выход из шавасана. Допустим, одни учреля рекомендуют поворачиваться через правый бок, но тем не менее встречаются учреждения, которые рекомендуют выходить с шавасаной через левый бок. И тут есть аргументы. Почему так? И вот когда учитель оказывается в такой ситуации, ему приходится достаточно быстро принимать самостоятельное решение. Ведь делать-то что-то надо, то есть иначе будет полный паралич и сделать ничего невозможно. Поэтому один учитель сказал так, другой учитель сказал иначе. Можно, конечно, пойти к третьему, но третий учитель может быть и примет сторону того и другого училия, но опять приведет какую-то свою аргументацию и так далее. И в итоге ученик оказывается в ситуации, когда никто кругом его на самом деле уже не может принять решение, какому наставлению он будет следовать. То есть таким образом вот здесь вот и включается уже с неизбежностью ответственность за то, что он делал. Потому что пока есть один учитель и можно следовать его наставлению. В принципе, тут у учителя кармическая ответственность. И в принципе, если у ученика что-то идет не так, учитель должен его вытаскивать. ученик ходит к разным учителям и в итоге он того послушал, этого послушал, а потом сам решил делать как третий, то и само решение принято его личной способностью, насколько она развита, отточена, обострена. И опять-таки вся ответственность, кармическая ответственность, она оказывается лично на ней, потому что ему уже никто не виноват, что он принимает такое решение. И обратите, пожалуйста, внимание, что в наше смутное время мы практически всех за редким исключением западные ищущие, практикующие находятся именно в этой ситуации. То есть из тех, кто онлайн, тоже как бы попробуйте оценить свою ситуацию или просто напишите количество наставников, которые у вас есть. Чтобы вам принять какое-то решение, скольких преподавателей вы можете спросить, прежде чем принять какое-то свое решение. То есть можете просто цифру поставить или более разводно описать ситуацию, как действовать в таких случаях, когда вам дальше развивать свою практику. И соответственно, когда два или три. Вот это тоже очень интересно, то есть даже не очень понятно, третий преподаватель пользуется авторитетом в каких-то вопросах или не пользуется. То есть по каким-то вопросам можно и трех спросить, а по каким-то только другим. То есть заведом другие преподаватели просто не будут авторитетами в каких-то аспектах. Но в любом случае это не один. Там, где начинается два или три, то есть это уже та ситуация, когда вы оказываетесь вынуждены в решении это принимать сами. Ну трудный вопрос, да, вопрос трудный, действительно еще и потому, что просто от того, что вы сходили на то или иное занятие какому-то преподавателю, это еще не характеризует его как учителя, или как авторитет, вы как человеку, к которому будете обращаться в условиях ситуации, да и вообще следовательное наставление. Поэтому даже если вы там за последние несколько лет посетили десяток преподавателей, то сколько из них повлияли на ваше развитие, реально повлияли на ваше развитие, то есть привнесли в вас такие знания и навыки, которые вы действительно используете. Дальше. А не просто вы понаблюдали за самим преподавателем, дали ему какую-то оценку и пошли дальше. То есть насколько вообще преподаватель удалось вас чему-то научить. Поэтому даже круг своих наставников зачастую оказывается очень сложно определить. То есть этот конкретный преподаватель, да, он что-то дает или тогда пожалуй один. Да. Это на самом деле как раз возвращает вас в ту ситуацию, где все становится просто, но с другой стороны люди это особенно не развивается. Но за исключением усилий по услышанию. Это все-таки меньший лизок, то есть меньше на просто и соответственно более негативное развитие. Не случайно раньше в учениках сидели годами, а сейчас когда идет такой прессинг, то это развивается достаточно быстро. И это не значит, что у них менее качественные знания, навыки, просто действительно очень сильно ускоряется развитие и это один из факторов. Потому что включаться приходится на полную мощность, чтобы со всем этим разобраться. Я люблю здесь приводить аналогию с изучением языков. То есть тогда человек начинает видеть, каким образом вообще мы говорим. Мы говорим непосредственно. нас в детстве научили говорить, я говорю. Мне не нужно думать о том, как я говорю на самом деле. То есть я просто вижу то, что происходит, вот я сейчас в комнате, вот передо мной компьютер, вот на столе стоит лампочка, я могу сказать сложную речь. И при этом я же не задумываюсь, как именно в процессе говорения, как устроена речь, как устроен сам язык, синтаксис, семантика и так далее. Все эти вещи остаются в снятом виде, где-то там за кадром. Когда у нас включается понимание грамматики языка, структуры, структуры построения фраз, более того, той или иной логики логического построения и все изделия. Когда мы начинаем изучать другой язык? То есть когда у нас возникает необходимость переключаться с одного языка на другой, то есть вот здесь мы не можем не задействовать способность развлечения, где у нас что чему соответствует. Где подлежащее, сказуемое, куда поставить дополнение и так далее. То есть так одну структуру языковую перевести в другую, тогда нам становится понятно, как язык струк. И здесь примерно такая же картина возникает, когда мы опять-таки начинаем разбираться с самим преподаванием. То есть пока мы учимся у одного учителя, наше обучение непосредственное. Учитель сказал, мы сделали. и у нас не возникает мысли о том, почему он поступает именно так, почему он говорит, это делать утром, а это вечером, почему он в таких случаях требует от нас повторить что-то, в других случаях нам кажется, что мы что-то даже не доделали, а это очень-то и не важно. То есть как у преподавателя строится самопреподавание? То есть пока мы следуем одному учителю, это не вопрос. Учитель сказал поливать сухую ветвь три года, значит вот я поливаю. Без не задумываясь о том, зачем вообще поливать сухую ветвь. Такая распространенная монастырская практика, которая поповала. А на самом деле там никакого другого смысла, кроме послушания и ветвь. То есть это как раз установление отношений между учителем и учеником. А вовсе не нужно, чтобы предназначил это курдонусить и то, или еще что-то. То есть нужно, чтобы ученик сделал ровно то, что сказал учитель, даже если это абсолютно. Даже если это нелепо. То есть на этом вырабатывается послушание. А вот и поэтому вы начали заниматься юго, вы пришли в класс допустим в какой-нибудь фитнес, может быть там какая-нибудь девочка преподает, которая сама всю юго практикует. Но вот она делает такую позу и вы за ней повторяете. У вас не возникает вопросов. Вы просто копируете позу и все. Вот она сделала, значит я сделаю. Все просто. И вот когда у вас возникает выход уже на других учителей, вы понимаете, что один учитель объясняет это так, а другой может вообще ничего не объяснять, только показывает. А третий еще анатомический адрес принесет. И вот тогда сами структуры преподавания становятся вам более-менее очевидны. И вот здесь вы можете для себя начинать подбирать структуры преподавания. То есть как вы хотите себя обучать. То есть как вы хотите устанавливать отношения с собой. вы хотите себе все разжурывать, преподносить и так далее. Или вы хотите просто наладить какую-то интуитивную связь с собой, чтобы у вас вообще не возникало каких-то сомнений, чтобы вы просто захотели и сделали. И как раз здесь можно уже поговорить о более философских аспектах. Еще более философских в принципе рефлексия. Основы философии, мышления. Кстати, при моем первом философском образовании в самом начале 90-х у нас был целый семестр шел курс что такое философии. И нам мы целых три месяца рассказывали что такое рефлексия. как можно мыслить само мышление. Но если здесь речь ограничена именно мышлением, то в практике нам нужно рефлексировать не только мышление, но и энергетические процессы, и физиологические процессы. То есть здесь ротка наблюдателя гораздо более обширна. И надо сказать, что когда мы с этой задачей сталкиваемся, то нам так или иначе нужна некая философская база в виде способов систематизации знаний и их передачи. Так и создавали все системы философии восточной. Ведь если на Западе система философии достаточно абстрактна, то индийские системы философии Даршин это видение реальности как она есть. Они в принципе обслуживают практику. То есть мы сделали какие-то практические действия, мы получили какой-то результат. Фиксировать. И таким образом, когда у нас возникает целостная картина, что при совершении такой-то последовательности действия мы попадаем из состояния обусловленного человеческого существа в состоянии полностью реализованного человека, который тождественен всеобщим. И для этого нужно сделать последовательность действий. Нам нужно изложить в некоторую систему, чтобы другой человек мог ее взять и соответственно воспроизвести. При саморазвитии нам это требуется многократно всякий раз, когда мы завершаем очередной велосипед. То есть мы взяли практику, мы ее проделали, мы получили свой личный результат. И нам нужно понять, нам нужно откорректировать практику, чтобы получить другой результат. Или нам нужно наоборот запомнить, закрепить этот алгоритм, чтобы в следующий раз, когда у нас состояние изменения, если, допустим, мы потеряем эти наработки, мы могли последовательность произвести и опять получить этот результат, когда у нас никуда не пропал. Вот здесь как раз и начинают нарабатываться вот эти самые алгоритмы. Надо сказать, что поначалу в древности люди все-таки создавали системы. поскольку такого рода знания, они действительно передавались веками, и поэтому система фиксации была достаточно жесткой. Если вы посмотрите на ранние сутки, допустим, в догосутре, там написано 8 ступеней, написано конкретно какие-то состояния с амазом. И так далее. То есть эта система жесткая. Другое дело, что она дальше интерпретируется, 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 и мы можем в итоге получить какие-то даже совсем непохожие исходный источник формы. Тем не менее эта система. Тогда как далее, чем ближе приближаемся к современности, тем меньше работает система. Больше начинают работать синтезы в 20 веке, когда мы из разных систем берем самое лучшее в меру развития нашей Абутхида, то есть то, что нам кажется самым лучшим. И из этого самого лучшего составляем некий синтез этих систем, который на самом деле будет составлять собой некую новую систему. И поскольку мы считаем, что мы собираем сливки из разных систем, эта система должна быть более совершенной, она должна работать лучше и должна позволять ученикам достигать результатов быстрее. тем более сама эта система строго индивидуальна. Вот если мы посмотрим на 20 веке, с вами Викананда, Шива, Робинда, Оша и так далее. То есть самородки создавали свою систему практически, сами компетировали все совокупности предыдущих знаний в разных традициях и выдавали некое учение, которое в принципе далее так и считается. Учение Шива, Робинда, учение Оша, учение есть некий синтез и он превращается в новую традицию. Наконец, теперь, где-то уже на грани 21 века это тоже перестает работать, потому что становится понятно, что мы уходим в дурную бесконечность. Появляются новые школы, которые начинают набирать учеников, возникают новые традиции, таким образом у нас просто становится больше традиций. больше систем и уже ученики следующих поколений они с чем сталкиваются? С тем, что им нужно набирать знания, на самом деле, вот как бы уже раньше там был индуизм, буддизм, допустим, даохизм, и все. Ну, допустим, если ближайшие таких традиций доступны, да, по-крупному. А теперь оказывается, что, собственно, развиваться, да, можно даже думать между тремя путями, а их столько, сколько мастеров. Их, может быть, несколько десятков, несколько сотен. и опять-таки степень их проверенности и подтвержденности она гораздо меньше, поскольку прошло меньше отрезок времени. Ну, грубо говоря, там не 3-5 тысяч лет, да, допустим, а 30-50 лет. Есть разница? Есть разница. И, то есть, с одной стороны, это более современные и более совершенные системы, а с другой стороны, у них очень маленькая степень подтвержденности. меньшее количество людей, которые через них прошли, сказали, да, это работает. И уж тем более, если мы будем считать абсолютным критеррием достижения самореализации абсолютной, то много ли мы найдем вот этих новейших систем, таких последователей, про которые действительно можно сказать, что они просветлили. Практически вы пользуетесь этим термином, которым, в общем-то, нужно пользоваться сугубо осторожно, поскольку что-то этим и называют. Я бы здесь это слава даже до сих пор в сети можно найти одну из моих данных лекций «Как узнать святого». Верпять назад я ее читала, она где-то до сих пор в сети еще есть. Причем даже не в одном месте, там разные немножко раскладки. Я ее не буквально воспроизводила, поэтому эти записи еще можно найти даже в открытом доступе. Поэтому если вас этот вопрос волнует, а в принципе кратикующего должен волновать, то я здесь тоже могла расслать вот этим данным наработкам, которые в принципе сумеют критерии определения просветления, самореализации в разных традициях. как бы единственный вывод, который нам сейчас интересен, это то, что человек, реализованный допустим в логической традиции, в христианстве может считаться дьяволом, не только не почитаться, а в общем-то и совсем наоборот. Поэтому вот это признание, эти критерии признания, они действительно сугубо школьные. Но давайте дальше. То есть вот у нас возникает тупик, мы идем вдольную бесконечность, у нас начинает приумножаться количество систем. То есть вы практикуете, практикуете и создали систему. А вы, кстати, напишите, пожалуйста, в чате, у вас есть система, по которой вы практикуете? Именно ваша личная? Которую вы сами себе в процессе создали и в принципе она уже у вас такая авторская фактически. нет. Хорошо, тогда вопрос, она как бы есть в проекте или вы хотите быть последовательным какого-то конкретного учителя и стать таким же каком? Это в принципе как раз традиционный вариант. он не очень современный, он скорее такой патриархальный я бы не знаю с этим. Нет. Да, идет традиционным путем. Один учитель своей системы имеет и в проекте не стоит. Поэтому здесь на самом деле то, о чем мы говорим не очень применимо на самом деле. То есть как раз вариант саморазвития он здесь если работает, он работает только на уровне развития в рамках послушания и приобретении навыков каким образом заставить себя делать те правильные действия, которые учитель назвал правильными. То есть сколько здесь будет развивается, но соответственно опять-таки это происходит гораздо медленнее и труднее. Значит будущее самооценки по системе. Значит я в данном случае продолжу. Далее когда мы сталкиваемся с этой дурной бесконечностью. А вот так. Значит нет-нет по жизни у меня много учителей, но нет одного ведущего. Если нет одного ведущего, то возвращаясь к уже сказанному, то только один сильно повлиял на меня. То есть только один который сильно повлиял и является стержневым, коренным, можно так выразиться учителем по-буддийски, который задает вам систему. А вот если их действительно много, то необходимость оформлять свои знания и вырабатывать свои собственные алгоритмы это вопрос только времени. но он не является для меня гуру. Да, я бы здесь тоже сделала лирическое отступление насчет термина гуру. То есть в принципе на самом деле гуру означает просто учитель. Надо сказать, допустим, было очень забавно в Индонезии на Бали читать в газетах что вот прошло школьное собрание, значит гуру по математике сказал толпе и так далее. То есть они там в силу гуру вообще значение школьное скольное учитель стольки. Допустим, учительница, которая ведет предмет кулинарии для учеников в школе называется кухня гуру. И она соответственно тоже гуру. Потому что она учит как угли сделать правильный суп. Поэтому значит если мы берем термин гуру в таком классическом индийском смысле как учитель, которому полностью передаешь функцию принятия решений, соответственно, то есть фактически выносишь свою личную гуру этого человека и дальше все решения, все мотивации происходят из этого источника, то есть полное послушание, ну и соответственно принимают и полное ответственность для ученика, то есть процесс двухсторонний, он не просто не только для ученика, но и для учителя на самом деле, это очень непросто. То надо сказать, что опять-таки в современном мире вы таких преподавателей практически не можете. Поэтому у нас даже вопрос состоит. Это сложно сделать технически, поскольку связь между учительным учеником должна быть такой, что они могли находиться в достаточно тесном контакте. Случайно в древности ученик фактически жил в доме учителя. Был не членом его семьи, поэтому выполнял всю домашнюю работу. Но у учителя была возможность наблюдать за его поведением на 24-7. И конечно такого рода отношения мы сейчас создать фактически не можем. Поэтому когда сейчас говорят на меня изгул, как правило подразумевают чисто духовную связь. высший авторитет. Но это уже не совсем то самое, поскольку реализовать конкретных наставлений все равно будет очень много. Духовная связь есть. Я этого человека принимаю как гуру, а вот принимать решения конкретные по веждевной практике, по истолкованию чего-то и так далее, невозможно всякий раз спросить истолкованию все равно самому придется, опираясь на свое понимание того, что учитель в целом говорит о таких вещах. Поэтому вот это уже опять-таки здесь возникает степень опосредования, когда все-таки значительная часть функционала по принятию решений ложится на ученика. А уж если мы говорим о преподавателях йога-тычерок инструкторах цигун допустим и так далее, то здесь в принципе никакого вурствования у нас не наблюдается и быть не может. Потому что в принципе это нереально осуществить. За исключением сект, который очень быстро становится вне легитимного поля, поскольку нашим законодательством такие вещи часто и тракуются как подавление личности и особенно если действительно этот контроль распространяется на все аспекты жизни ученика, включая его димы, его сексуальные связи и так далее. Далее. Наконец, когда мы сталкиваемся с этим механизмом собственно передачи отдельных знаний, нам становится понятно, что система штука неповоротливая и уже в 21 веке от систем начинают отходить. То есть в принципе люди развиваются настолько динамично, не случайно у нас курс назван алгоритм салткоучинга, что фиксировать какие-то жесткие связи между текущими знаниями не получается, потому что пройдет совсем немного времени, вы получите какие-то дополнительные знания и вам придется всю эту систему перестраивать. Поэтому системой, совершенной системой, она уже не является по факту и быть не может. И именно отсюда и возникает потребность строить не системы, а структуру, а стратегии. Здесь можно еще делить на стратегию и тактику долгосрочную в ближайших решениях. Тем не менее подход радикально меняется, потому что он становится дискретным. Вот если то, то есть у нас есть определенные парадигмы поведения, которые по нашим же наблюдениям делают нас лучше, но мы являемся открытой системой, мы постоянно у кого-то учимся. мы соответственно можем получить какое-то новое знание, гибко перестроить свои представления, внедрить, допустим, какую-то новую технику в имеющийся комплекс. И таким образом у нас возникает задача даже не столько упаковать знания, сколько научиться как раз вот этим принципам гибкости, то есть как мы работаем с алгоритмом. Если мы сделали вот эту практику, тогда мы дальше делаем вот это. А если мы эту практику не делали, потому что мы получили знания в какой-то другой практике, и мы решили попробовать с другого конца зайти, другой ракурс какой-то взять, то соответственно после этого мы будем делать другие действия, а вовсе не те, которые не планировали быть, если бы основывались на предыдущих знаниях. И вот эта вот гибкость, она как раз является с одной стороны я бы сказала критерием нашего времени, а с другой стороны она как раз является одним из лучших тренажеров для развития духа. поэтому в наше время вот хочешь ты того или не хочешь это наоборот не хочешь жить в университете. То есть ты вынужден осознавать реальность и принимать правильные решения. Если не будешь этого делать, то соответственно могут происходить какие-то события, которые надолго выкинут вас из практики, либо вас затянут в потолоку, либо произойдут какие-то катастрофы, кучи, либо надежные какие-то проблемы, то есть у вас очень быстро возникнет какой-то ступор, который не будет давать вам развиваться до тех пор, пока вы все-таки не включитесь и не найдете опять-таки этот ход, который вам позволит сделать опять-таки нестандартный шаг, несистемный шаг, который вас дальше выведет опять на возможность на какой-то новый уровень развития, на новые инструменты, новых учителей, новые ракурсы и так далее. И вот сейчас, если подвести некоторые итоги, что вы можете сказать о своей гибкости? воспроизводите практику знания или вы все-таки научились постоянно учиться? Или вы действительно достаточно гибко новые знания адаптируете, встраиваете и меняете? Здесь не по шкале, здесь просто как бы можно так обозначить это словами гибкости, косности, себя, что вас приводит? Адаптирую под себя. Так, еще будут варианты? А так, не слышу Ирину, последняя Алина, или это проблема с возможностью писать здесь. Значит, у нас вот это хороший ответ. Гибкость 30%, косность 70%. Да, то есть всегда есть какие-то базовые знания, которые действительно вытеровнивые, их очень сложно поменять, но при этом есть опять-таки какие-то аспекты, которые гораздо проще поддариться каким-то изменениям. Ну и с той же дефолитацией жесткого диска, возвращаясь к нашей исходной теме, у нас всегда есть вот этот самый жесткий диск, есть память вот такая базовая, а есть оперативная память, которая очень быстро меняется. И собственно с практиками у нас происходит таким же образом, то есть у нас есть базовый костяк знаний, на котором мы строим свое саморазвитие. И есть вот эта операционка, где мы оперативно меняем те или иные техники, пробуем разные варианты. И соответственно здесь степень гибкости привалили. То есть да, процентное соотношение очень даже неплохое, потому что если было наоборот, было бы сложно вообще держать какой-то баланс. Вот если гибкость превалировала над косностью, то мог бы возникнуть феномен хаоса, запутанности, заблудшисти, когда начинают просто кидать из одного в другое, и становится трудно вообще удерживать какие-то собственные посылки в новых ситуациях. Поэтому в данном случае как раз мне кажется, что соотношение очень удачное. Кстати, вот на эту тему я не буду сейчас в эти боя время уже истекло, практически я не буду тут увлекаться этим. Если кто не видел на моем канале YouTube видео «Трой тамоса» в саморазвитии, это как раз о ценности косности, как ни странно, что она даже артикула, что инерционность, то есть как использовать эти качества. Хотя в саморазвитии мы больше оценка делаем именно на изменениях, на совершенствованиях, тем не менее функционал стабильности, стабилизации, какой-то, он тоже достаточно важен и он может быть больше в тени оказываться, так что он просто не имеет тем не менее без него эти изменения трудно производить, они должны делаться на какую-то базу, просто в каком-то безвоздействном пространстве. Итак, у нас домашнее задание, значит, по доработать таблицы, то есть если вы по первому, значит, у нас там вопросов пока нет, да, если вы еще их не доделали, вы их дорабатываете, и соответственно, по второму занятию лучше его переслушать и постараться определиться с тем, как у вас, насколько у вас развиваются, как вы вообще его задействуете, то есть перевести в осознанную вашу ситуацию с тем, как вы вообще строите свое саморазвитие. И уже на этой основе мы будем дальше. Всем спасибо, успехов и доброе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok